Спасибо большое, господин президент. Меня зовут Терри Моран и ABC News. Прежде всего, в Соединенных Штатах Америки расследования со стороны Конгресса, Министерства юстиции и СМИ обнаружили множество контактов между российскими гражданами, которые связаны с вашим правительством, и высокопоставленными чиновниками, членами компании Трампа. Некоторые из этих представителей сейчас находятся под уголовным преследованием за то, что они солгали относительно тех контактов, и многие американцы считают, что что-то не так, и раз уж так много дыма, то огонь тоже должен быть. Каким образом вы, американцам, объясните колоссальное число контактов между представителями? Вы знаете, это все придумано, все это придумано людьми, которые находятся в оппозиции к Трампу, для того, чтобы придать его работе нелегитимный характер. Для меня это даже странно, говорю вам совершенно откровенно. Это делается как будто без понимания того, что, делая это, люди, которые это делают, наносят ущерб внутриполитическому состоянию страны, обескровливают возможности избранного главы государства. Это значит, что они просто без уважения относятся к избирателям, которые за него проголосовали. Но, а как вы вообще представляете, любой избирательный процесс во всем мире, что нужно вообще запретить любые контакты? Нашего посла обвиняли в том, что он с кем-то встречался. Но это же общемировая практика, когда дипломатические представители, когда даже члены правительства встречаются со всеми кандидатами, с их командами, обсуждают какие-то вопросы, перспективы развития, хотят понять, что будут делать те или иные люди, если они придут к власти. Как на это реагировать? Чего здесь такого кто-то увидел запредельного? И почему это должно все приобрести характер какой-то шпиономании? Соединенные Штаты хотят, чтобы Россия убедила Северную Корею, чтобы она сдержала свою ракетную программу. Россия поддержит более жесткие санкции против Северной Кореи. А вы думаете, что сотрудничество с Северной Кореей могло бы отогреть российско-американские отношения и что позволит улучшить их с господином Трампом? Спасибо. Интересные вы, ребята. Вы не обратили внимание, что ваши конгрессмены, сенаторы, они так хорошо выглядят, красиво, костюмы у них, рубашки. Они вроде умные люди. Они нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном. И при этом в то же время подталкивают президента, чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы с Северной Кореей и иранской ядерной программы. Вы вообще так нормальные люди, нет? Мы не признаем ядерного статуса Северной Кореи. Мы считаем, что все, что там происходит, это контрпродуктивно. Я уже говорил, хочу вам еще раз повторить. В 2005 году Северная Корея в принципе договорились о том, что она прекращает свою ядерную военную программу. Корея взяла на себя северные определенные обязательства. Буквально через несколько месяцев, все согласились, подписали эти соглашения. Через несколько месяцев Соединенным Штатам показалось мало этих договоренностей. Сразу были произведены аресты счетов северокорейских банков, и сказали, что Северная Корея еще должна что-то сделать за пределами договоренностей. Но Северная Корея плюнула на все это и вышла из всех договоренностей, и начала снова развивать свою ядерную программу. Ну зачем вы это сделали? Мало показалось. Но зачем тогда подписывали, если считали, что этого мало? Спровоцировали Корею на самом деле на выход. А потом еще хуже, потом и Ливия, и Ирак. Я уже много раз говорил об этом. Северная Корея не видит другого способа самосохранения, кроме как развития систем оружия массового поражения и ракетной техники. Польша обещает, скоро временем обнародовать новый доклад по поводу этой катастрофы. Работает комиссия в составе Министерства обороны, в новом правительстве, в новой власти. Это рассматривают и появляются сообщения о том, что на борту самолета были взрывы. А министр обороны сообщает, что у него есть доказательства, это его комиссия работает. И, конечно, намеки на то, что, ну, может, не вы лично, а ваши люди спровоцировали эту катастрофу или, в общем, ее провели. Слушайте, ну мы устали от подобного блефа, уже просто устали. Чушь какая-то вообще, ну, несут, как несу разницу. Если на борту были взрывы, самолет откуда взлетел? Из Москвы или из Варшавы? Значит, там их и положили. Мы, что ли, туда пробрались, какие-то российские агенты положили туда взрывчатку, что ли? Ищите у себя тогда. Ну, наконец, третье. Не было там никаких взрывов. Это же изучено экспертами со стороны, с польской стороны и с российской. Изучено внимательным самым образом, изучено все происходившее внутри салона самолета. Значит, не нужно ничего придумывать. Если есть проблемы и трагедии, надо относиться к этому как к трагедии. И не строить здесь каких-то политических домыслов. Зачем? Вы хотите просто дополнительно и дополнительно осложнить российско-польские отношения? Ради чего? Ради того, чтобы поднять какие-то внутри рейтинги для кого-то? Но мне кажется, что российско-польские отношения уже как бы поважнее, чем просто текущая внутриполитическая борьба в Польше между различными силами, которые используют в этой борьбе какой-то антироссийский фактор. Вы переверните в конце концов эту страницу, повзрослейте вы в конце концов, станьте зрелыми, отвечающими требованиям сегодняшнего дня и интересам польской нации и польского народа. Но вот цепляние за эти проблемы, дальнейший развал российско-польских отношений не идёт на пользу Польше. Посчитайте, сколько потерь возникло из-за различных санкций, к которым Польша присоединилась. И сколько рабочих мест потеряно там. Сколько производств могло бы возникнуть, ориентированных на российский рынок. Нам от Польши ничего не надо. Мы хотим развивать отношения с Польшей. Надеюсь, что вот этот подход возобладает и в самой Польше. Продолжение следует...